Кто и как сможет спасти леса Татарстана? Кто они, невидимые герои, спасающие жизнь? Световая симфония. Как устроены фейерверки? Казанский федеральный университет экономического взаимодействия Российской Федерации и стран Исламского мира будет работать с 14 по 19 мая. Как сообщил Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям КФУ, с 15 по 17 мая в рамках экспозиционной части форума Казанский университет планирует провести фестиваль восточных культур, в котором примут участие студенты и преподаватели университета. Казанский федеральный университет всегда очень активно участвует в организации этого мероприятия. Если говорить о тех секциях, которые будут проходить в рамках основной программы форума, то 17 числа мы будем организовывать две секции, посвященные вопросам сотрудничества в сфере образования и науки и академической мобильности. Одна из этих секций будет организована совместно с Министерством науки высшего образования. В преддверии Дня Победы на главном здании Казанского федерального университета водрузили Знамя Победы, символ отваги и героизма нашего народа, проявленных на фронтах и в тылу. Инициатором патриотической акции, направленной на сохранение исторической памяти и подлинной истории Великой Отечественной войны, воспитание студенчества в духе патриотизма является ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Знамя Победы будет возвышаться над зданием КФУ до 10 мая. Тогда на свое привычное место вернется корпоративный флаг университета. В современном мире появляется все больше факторов, разрушающих нашу экологию. Природные катаклизмы, индустриализация городов и вредоносные действия человека. Сейчас тема поддержания экологии является одной из важнейших и порождает все больше законопроектов для ее поддержания. В 2024 году в Татарстане планируется проведение работ по воспроизводству лесов и лесоразведению. Подробнее об этом законопроекте расскажем далее в сюжете. Реализация региональной программы сохранения лесов в Республике Татарстан началась в конце апреля этого года. Основная задача проекта – 100% воспроизводство лесов к 2024 году. В планах на этот год провести работы по лесовоспроизводству на общей площади 5164 гектара. По сообщению Лесного хозяйства Республики заготовлено 34 миллиона саженцев леса. Восстановление леса будет проводиться искусственным, естественным и комбинированным способами. Я думаю, что это очень важное мероприятие и очень важное действие – принятие специального закона для того, чтобы сохранить леса. Именно для сохранения, потому что нередко бывает, что если закон как-то корректируется, то наоборот в сторону, скажем так, ухудшения ситуации. А если это в сторону улучшения, то его приветствую, естественно. Потому что в свое время у нас достаточно сильный лесной кодекс был уменьшен, скажем так, в объемах и в требованиях. Ежегодно правительство выделяет огромные суммы на поддержание экологических законопроектов. Статистика за последние 6 лет показала хорошие результаты, что мотивирует на создание актуальных проектов в этой области и привлечение новых экспертов. Были анонсированы проекты, направленные на улучшение экологии, мероприятия по защите рек и рекультивации свалок. Также снизился процент от выбросов в атмосферу от нефтегазохимических предприятий. Ну, в первую очередь, это вот если говорить о лесах, это лесной кодекс, это земельный кодекс, это экологический кодекс Республики Торстан, это водный кодекс, градостроительный кодекс тоже, кстати, во многом направлен на то, чтобы сохранять природные объекты. Это вообще в целом Конституция Российской Федерации, это право граждан достойно окружающей среды, это закон об экологической экспертизе, закон об особо охраняемых природных территориях, закон об охране окружающей среды. И нелетко возникают законы, например, посвященные охране какого-то конкретного природного объекта, к примеру, Черного моря, Байкала или каких-то крупных лесов. То есть это, да, такое имеет место. Экология имеет огромное влияние на наше здоровье и на безопасность нашей жизнедеятельности в целом. Со стороны правительства активно проводятся различные акции, мероприятия и проекты. Поэтому каждому из нас стоит задуматься о своем личном вкладе в улучшение мира вокруг. Мы также можем принимать в них участие в качестве волонтеров, либо просто стараться ежедневно привносить хотя бы маленькие улучшения. Кристина Нырова, Адалина Абдрахманова, Николай Асуховский, Универ Новости. Ежегодно 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста. Организации, предоставляющие защиту и помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах и внутренних беспорядках. Этот день напоминает нам о важности помощи и любви к ближнему и призывает нас проявлять сострадание и солидарность в трудные времена. Подробнее о волонтерской деятельности и том, как гуманитарной организации удается осуществлять свою деятельность во всем мире, узнаете далее. Деятельность Красного Креста стала основополагающей для многих других. К основным принципам гуманитарной организации относятся нейтральность и беспристрастность. Проекты способствуют развитию культуры и образования, помогают в реабилитации людей после бедствий, обучают детей и взрослых, оказывают психологическую поддержку. А также являются образцом для формирования социальной ответственности, развития эмпатии и взаимопомощи в обществе. Когда ты уже вообще в волонтерской движении работаешь долго, находишься там долго, потому что там не работают, и ты все делаешь по себе возмердно, ты уже как-то волонтер масштабного уровня, где любая организация спокойно обращается к тебе, чтобы ты участвовал в какой-нибудь миссии. Волонтерские организации выполняют важную миссию в обществе, оказывая помощь нуждающимся и способствуя развитию культуры, образования и социальных проектов. Участие в деятельности волонтеров не только приносит пользу другим, но и открывает новые возможности для личностного роста и развития навыков. Люди разных возрастов и профессий объединяются вокруг общей цели помощи и поддержки, создавая сообщества, которые способствуют формированию социальной ответственности и развитию гуманитарных ценностей. Волонтерство – это не просто добрые поступки, это источник вдохновения и возможность внести свой вклад в улучшение качества жизни людей. Моя миссия как медик заключалась в том, что я следил за именно состоянием волонтеров. Это было открытое место. Август, Юкутия, там уже холода. Поэтому, чтобы все были здоровы, если какие-то обращения ко мне, то обязательно, а также местные жители. При КФУ, КФУ, там немножко уже другая работа. Здесь мы ведем работу и общественную, и со студентами, и рассказываем. Вот, а то есть иногда бывают мастер-классы какие-то по неотложной медицинской помощи, по оказанию первой помощи. Бывают вообще экологические акции. Поэтому тот волонтер, он не должен ограничивать себя в определенный профиль. Профиль, он широкий, но самое главное, и в конце, или результаты этого профиля, или задача этого профиля – это делать добро. Студенты КФУ также придерживаются активной социальной позиции. Учащиеся принимают участие как в небольших локальных мероприятиях, так и в более глобальных. Для них содействие в гуманитарных проектах, возможность личностного роста, взаимодействие с единомышленниками, наращивание новых связей и возможность заводить друзей. Но самое главное – удовольствие, которое они получают при успешном выполнении миссии. Мотивирует волонтера – это внутренние какие-то вызовы, которые говорят о том, что нужно делать добро. Мы все люди чувствуем друг друга, и когда у тебя есть эта возможность, то почему нет? То выделяй время, выделяй внимание, сила есть, время есть, и это круто. Волонтерские организации играют важную и незаменимую роль в общественной жизни, способствуя укреплению социального сознания, развитию гуманного общества и формированию ценностей жизни. В любой стране мира волонтеры являются надежной опорой для тех, кто нуждается в помощи, и источником вдохновения для всех, кто стремится сделать мир лучше. Кристина Нырова, Аделина Абдрахманова, Николай Асуховский. Универ новости. Вот уже на протяжении 80 лет невозможно представить ни одного масштабного мероприятия без традиционного завершения в виде праздничного салюта. Сейчас каждый салют и фейерверки превратились в настоящее произведение искусства. В нашем следующем сюжете вы узнаете историю создания и принципы работы пиротехники. Салюты и фейерверки значимы в контексте культурных праздников и торжеств уже на протяжении столетий. В России мастера фейерверков появились в 1545 году при Стрелецком полку, а первый масштабный фейерверк на территории страны смогли увидеть в 1674 году жители Устюга. Начало традиции в привычном для нас виде положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года. Войска 69-й и соединение 7-й гвардейской армии Степанового фронта штурмом овладели Белгородом. В этот же день после напряженных боев был освобожден Орел. Это был первый артиллерийский салют в честь боевой доблести советских войск. Фейерверки содержат ряд веществ, которые действительно могут, оставаясь в окружающей среде, как-то на нее влиять. Во-первых, это оксиды углерода и серы, это углекислый газ и сернистый газ. Про углекислый газ обычно все представляют, что это парниковый газ, влияющий на экологию и так далее. Сернистый газ, его влияние еще менее приятно. Это газ, который вызывает в большой перспективе, например, кислотные дожди. Но надо понимать, что этих веществ выделяется на самом деле совсем немного при запускании, например, обычной петарды, обычного салюта. Потому что порции веществ, которые используются в одном заряде, на самом деле не так велики. Если с историей создания все более-менее ясно, то как устроен внутренний механизм фейерверков и салютов – не совсем. На самом деле все проще, чем кажется. Как говорят опытные мастера, процедура изготовления салютов и фейерверков несложная. При этом она требует жесткого контроля со стороны специалистов, которые заняты производством праздничных огней. Весь процесс изготовления салютов длится несколько дней. Гильза, в которой забит порох и солит для придания цвета, проходит через несколько десятков рук, прежде чем ляжет на полку с остальными товарами в ожидании покупателя. На заводе в первую очередь изготавливаются герметичные трубки. Затем уже в готовую направляющую гильзу засыпается глина. Она удерживает фейерверки от разрыва, когда происходит поджиг. Именно поэтому снаряд салюта лисит вверх, а не в сторону. Металлы, такие как литий, кальций и стронций, их соли все окрашивают пламя или салют в оттенке красного. У кальций он оранжево-красный, у лития розово-красный, у стронция тоже розово-красный, но немножечко другого оттенка. От лития его сложно отличить. Соли бария окрашивают пламя в яблочно-зеленый так называемый цвет, но визуально он выглядит как зеленый с чуть-чуть желтоватым оттенком. Соли калия в красивый сиреневый цвет. Иногда, когда смотришь салют, видишь характерный розово-сиреневый цвет. Это классический цвет пламени калия. Соли натрия окрашивают в ярко-желтый. Этот цвет тоже ни с чем не перепутаешь. Этот цвет похожий на цвет от желтых фонарей, которые стоят на улице. Он только более ярко-желтый, и он очень яркий. Это для него характерно. Есть ряд других металлов, например, магний, титан. Они окрашивают пламя фактически в белый цвет. Это те металлы, которые просто фактически добавляют для яркости, для более яркой вспышки. Что в бенгальские огни, например, их добавляют, что в салюты. Порох для фейерверков универсален, но не подходит для оружия. Дымный порох изобрели в Китае в X веке. Делали его из смеси угля, серы и селитры. Изначально его добавляли именно в фейерверки. И только через 200 лет начали применять в военных целях. Со временем дымный порох оружие заменили более эффективными бездымными видами. Например, перокселиновым порохом. Более 90% его состава предоставлено нитроцеллюлозой, которую получают при взаимодействии волокон целлюлоза и водных растворов азотных и серных кислот. Однако дымный порох до сих пор используется в воспламенительных устройствах и гражданской промышленности. Фейерверки бывают разные. Я так понимаю, что на любом фейерверке, честно говоря, сам тысячу лет ничего не запускал, указан класс опасности. И в зависимости от класса опасности определяется расстояние или условие, при которых этот фейерверк можно запускать. Ну вот самый большой класс опасности 4-5 означает, что расстояние безопасное составляет более 30 метров. То есть такое можно запускать исключительно дистанционно. Есть более безопасные, менее масштабные салюты. Их можно запускать на расстоянии, скажем, от 5 до 30 метров. И есть еще более безопасные обычные петарды, хлопушки, бенгальские огни. Это первый и второй класс опасности. Их можно запускать... Ну вот обычные хлопушки и бенгальские огни даже формально можно запускать дома. Собственно, это многие делают в реальной жизни. Петарды можно запускать только на улице, но там безопасное расстояние минимальное, от полуметра до 5 метров. Конечно, говорить о безопасности, про вещи, которые взрываются и нагреваются потенциально до 4000 градусов Цельсия, как-то противоречиво. Но из года в год мы не перестаем наблюдать цветные вспышки в небе. Какие могут быть последствия? Разрыв петарды может сопровождаться вращением, свистом, выбросом дыма или цветных искр. Нередко их использование заканчивается в больнице. Петарды могут взорваться в руках. Это приводит к серьезным механическим повреждениям и ожогам. При попадании в глаза необходимо их промыть проточной водой, закрыть чистым носовым платком и незамедлительно вызвать скорую помощь. И, конечно, неумелые обращения с бенгальским огнем способны воспламенить волосы. Татьяна Еремина, Резида Каримова, Николай Зуговский, Универ Новости. 7 мая в культурно-спортивном комплексе «Уник» завершился фестиваль Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он проводился в течение текущего семестра и состоял из трех этапов. Стрельба из электронного оружия, скоростно-силовые виды и легкоатлетические виды. По результатам соревнований были выявлены победители и призеры в абсолютном первенстве. Путешественники маршрута от квантовых лабораторий до Млечного пути помимо экскурсии, квеста и посещения обсерватории смогут побывать в лаборатории Института физики, а также узнать в Музее истории Казанского университета, как формировался один из старейших вузов России. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!